Уважаемые пассажиры, продолжаем утреннее плавание по нашему эфиру. А что же подают на завтрак на круизном лайнере, спросим у шеф-повара Галины Ольшинецкой. Галина, доброе утро. Доброе утро. Сегодня картофельное гнезда с яйцом. Питательный, сытный завтрак. Картофельное гнезда с яйцом. Давайте поподробнее. Что это такое? Ну, это по типу драник. Вариация драника. Класс. Но очень, да, аппетитный, вкусный. И, конечно, это не драник. У нас сегодня белорусский круиз, белорусское путешествование и белорусское плавание. С чего мы начнем? Сотрудники круизного лайнера. Конечно, с картошки. А нас почистили картошку, с нее и начнем. Отлично. Мы ее натираем на терку? Нет, нужно тоненькой соломкой. Соломкой. Тоненькой. Имитация гнезда. Белорусское соломка. Все вручную нарезано, никакой терки. Вот так вот. А, кстати, мы совсем недавно рассказывали в программе «Включайся», что историко-культурной ценностью и настоящими белорусскими драниками считаются именно те, которые нарезаны вручную. Поэтому у нас сегодня, так сказать, полностью соблюдены все технологические процессы. Чтобы картошка не потемнела, можно натереть на терку туда репчатый лук. Лайфхак. А лук – это Машина любимое занятие, поэтому я возьму ее на себя. Так же соломкой нарезать ветчину. Ветчину. Отлично. Лук перемешан с картошкой. Ветчина тоже нарезается. Что мы делаем дальше? А у нас еще огурец, укроп, лук. Это что у нас, сметана или йогурт? Сметана. Сметана, огурец у нас для украшения, для вкусовых ощущений. Мы можем нарезать лук зеленый и укроп тоже туда же, в тесто. Конечно. Сюда же добавляем. Мелко-мелко, да? Мелко-мелко. Так. Красота. Ветчину тоже добавляем. Да. А теперь попрошу взять яйца и отделить белки от желтков. Так. Без проблем. Сколько яиц мы используем? В тесто два яйца достаточно. И я так понимаю, что и белки, и желтки мы будем в дальнейшем использовать. Все нам пригодится. Чтобы не выбрасывать. Я напомню, что у нас здесь нарезаны соломкой картофель, ветчина, укроп, лук и также половина луковиницы, измельченной на терку. Что добавляем дальше? Соль, перец по вкусу. Так, соль на глаз, да? Да. Маша, открой пошире. Я очень занятая. У меня концентрация очень тут высокая. Смотрите, ну я справилась. Да, белки в тесто. Отлично. Что делаем с желтками? И столовую ложку муки. Желтки у нас сохраняем. Сохраняем. Тесто перемешано и начинаем жарить гнезда. Но я напомню, что мы сегодня в эти гнезда поселим яйца. И вот, кстати, в Нидерландах недавно произошла интересная история. Мужчина принес домой десяток яиц, открыл упаковку, а там в одном из яиц был, знаешь кто, птенец. Настоящий птенец. У тебя столько историй связанных с этой. Но это же страна тюльпанов, понимаешь? И не только. Я про велосипеды. Добавляем растительное масло на сковородку. Не жалею. Ответ на вопрос, что было первым, яйцо или курица, мы сегодня не узнаем. Но как готовятся гнезда, точно вам расскажем. В нашем случае первыми были белки, потом желтки. Хорошо. Это в нашем рецепте. Вот такие кулинарные философы. Ну смотрите, Галина, у нас достаточно крупно нарезана и картошка, и ветчина. Как это сделать правильно? Может быть, покажете? В идеале надо было бы мельче, но мы попробуем. В идеале. Но все всегда идет так, как идет. Да. Мы спешили. За 20 минут как есть, так есть. Еще немножко. Ну вот человек утром собирается на работу, спешит. Ну как нарезал, так нарезал. Так, ну гнездо напоминает. И все равно же все получится. Да. О. Кулинарная орнитология. В эфире программа «Включайся». Можно подать яйцо. И в нездо уже поселяем только желток. То есть имейте в виду, когда вы отделяете белки от желтков, у вас еще желток и должен сохраниться неразбитым. Так, ну получается красиво. Все, теперь все понятно. Так. Смотрите, как у нас есть. Какого лебедя нам сделала Галина. Огуречный лебедь, красота. Все это произошло, пока мы жарили наше блюдо, наше гнездо. Ну а прямо сейчас мы попробуем это повторить. Ну как мы, Артем. Так. У тебя получилось? Да. Мы даже не заметили. Ты там тихонечко себе что-то нарезал. Практически. Раз. Последняя деталь. Какая лебедушка у тебя получилась. А птенцы-то выросли, и наши гнезда готовы. Гнезда готовы, лебеди готовы. И даже лук порезали для сметаны. Ну какова, какова белорусская красота. Необычная. Необычная. Давайте туда поселим два наших огуречных лебедя. Так. Делать это нужно аккуратно. Мне нравится, чтобы лебедь был вот здесь. Хорошо. Откладываем сметанки. Давайте. Хорошо. Мне нравится, что очень часто в программе «Включайте» мы готовим блюдо, которое однозначно понравится детям. Но это просто произведение искусства. Так точно. Так, добавляем тоже где-то? Рядышком. И для украшения еще перья мелко нарезанного лука. Куда мы? Наверх, на сметану. На сметану, да, для контраста? И на гнездышко. Лебединое озеро практически. Вот такой вот кулинарный балет сегодня в исполнении трех человек под руководством кулинарного мастера Галины Ольшинецкой. Галина, спасибо вам за этот рецепт. Да, приятного аппетита. Надеюсь, вам понравится. Друзья, готовьте вместе с программой «Включайся» и просыпайтесь на телеканале «Беларусь-2». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова